Давно меня не было на канале. Канал по-прежнему находится под санкциями, так что особого настроения что-либо делать нет. Но вот появилась очень длинная статья, надеюсь, компенсирующая мое отсутствие, статья Пианковского о ситуации в Украине. Если вы наберетесь терпением и прослушаете ее до конца, я думаю, на многие вопросы вы найдете ответы из этой статьи. Итак, в течение двух прошедших избирательных кампаний политтехнологи будущих победителей настойчиво внушали украинцам два мема. Первый. Предыдущие пять лет в Украине у власти была партия войны, а сейчас вы должны голосовать за гуманную партию мира, которая просто перестанет стрелять. И второй мем. В Украине происходит внутренний конфликт, который мы должны разрешить между собой. В Донбассе живут наши граждане, такие же, как мы, простые украинцы, и нужно протянуть им руку, нужно выпросить у европейцев 10-15 миллиардов долларов на восстановление Донбасса. Этот дискурс – альфа и омега российской политической пропаганды, ядро ее информационной войны против Украины. Войны, в которой на стороне противника оказались захваченные либо Медведчуком, либо Коломойским, ведущие украинские средства массовой информации, и жертве агрессии навязывается комплекс вины за сопротивление агрессору. Вся Украина целенаправленно превращалась в вечно оправдывающихся на российских телеканалах «украинских экспертов» в кавычках. Новая киевская власть, приняв от заклеменной и побежденной ею партии войны, так называемой, ответственность за страну и выполняя свои предвыборные обещания, действительно попыталась просто перестать стрелять. Но такие же, как и мы, простые украинцы, с другой стороны, почему-то продолжают стрелять и убивать. Прекращение огня, согласованное партией мира на встрече с такими же украинцами в Минске, стало 70-м. После 69-ти таких же попыток партии войны и закончилось тем же, что и все предыдущие. За полгода борьбы за мир теневые публичные вожди идеологии партии мира не только не предложили обществу какой-либо дорожной карты движения к миру, они даже не сформулировали свое определение этого самого мира, то есть цели этого движения. Попытаемся восполнить этот терминологический пробел и разобраться в возможных трактовках понятия «мир». Война СССР против Латвии, Литвы и Эстонии началась в октябре 1939 года с вводом на их территории советских войск. Продолжалась эта агрессия в различных формах 55 лет и закончилась в августе 1994 года выводом российских войск через три года после распада СССР. Аналогичный абзац в будущих учебниках истории будет начинаться словами. Война РФ против Украины началась 20 февраля 2014 года. Эта дата любезно выбитая Министерством обороны РФ для сведений для ГААКского трибунала на медальках за покорение Крым. А завершится эта фраза так. Продолжалась она и закончилась в 2020 году выводом российских войск и флота из Крыма через три дня после третьего распада Российской империи. Вот такая фраза. Оба сценария исторический, балтийский и футуристический, украинский соответствуют самому строгому и точному с позиции международного права определению справедливого мира заканчивающего несправедливую и агрессивную войну. Такое определение мира должно присутствовать как смыслообразующая историческая перспектива сознании каждого украинского политика и гражданина. Но по объективным причинам оно не может быть реализовано в текущей повестке дня. В конце февраля 2014 года Украина не имела не только боеспособной армии, но и других функционирующих государственных институтов. Обнаглевший от безнаказанности хороший Гитлер не скрывал тогда своих планов вернуть русскому миру исконную, так сказать, Новороссию из 10-12 украинских областей. После шоковой заминки Украина выбрала сопротивление. В результате сложилась патовая ситуация. Сохраняющаяся уже несколько лет. В Украине появилась армия, способная в случае дальнейшей российской агрессии нанести войскам противника потери, неприемлемые для российского общества. Уже в 2014 году данные о текущих потерях были засекречены путинским режимом. Вместо лучезарной Новороссии Кремлю пришлось ограничиться огрызком, созданным им Лугандонией. В то же время освободить в наступательной операции территории оккупированные военные сверхдержавы и установить справедливый мир украинская армия не может. Мир, который партия мира, видимо, действительно собиралась принести своим избирателям, это малый, локальный, не восстанавливающий справедливости, но очень важный и необходимый для уставшей от пятилетней войны страны мир, другими словами, прекращение огня и гибели людей на линии разделения сторон. Не сомневаюсь, что Владимир Зеленский искренне полагал, для этого мира надо просто перестать стрелять. Надеюсь, что украинский президент уже начинает понимать, что так называемый «хороший Гитлер», без участия которого ни один выстрел не раздастся с той стороны, не перестанет стрелять, пока он, Зеленский, перед ним не капитулирует. На шестой год войны пора понять цели и стратегии противника. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться расчленения и уничтожения ненавистной ему, независимой Украины. После провала любовного плана создания «Новороссии» Кремль избрал более изощренный сценарий вталкивания, ничего в ней не меняя, раковой опухоли Лугандонии в политическое тело Украины. Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории. Ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку так называемого «восстановления» ею территориальной целостности. Путину нужна Украина, которая послушно объявит Ордло легитимной своей частью при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена. Более того, Украина станет открытым, гуляя полем, без той территориальной границы, которую сегодня на участке разведения сторон защищают подразделения ВСУ. Все разговоры о таких же, как мы, украинцах, направлены на одно – убрать ВСУ, занимая их ими позиции, и открыть Орде их тамнетов путь вглубь страны. О том, куда именно их там нет и будут расползаться, недавно поведал сам Путин, лично пометив новую территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться в первую очередь не только обитателям Ордло, но и всей территории Донецкой и Луганских областей на состояние 14 апреля 2014 года, что свидетельствует о замыслах взятия Мариуполя и расширения Ордло, как минимум, до прежних границ Донецкой и Луганских областей, а дальше уж как там получится. Именно этому плану «восстановление» в кавычках территориальной целостности сопротивлялась партия войны. В 2015-16 годах руководители Франции и Германии неоднократно приезжали в Киев и требовали изменить Конституцию в направлении так называемой федерализации. Но властям Украины удалось тогда отстоять свою позицию, справедливо указывая на невыполнение РФ взятых ею на себя обязательств по Минским соглашениям. Вывод их там нетов и военной техники, а также возвращение Украины контроля над ее государственной границей было основным условием партии войны. Десятки перемирий были сорваны Москвой. Именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее воссоединиться, так сказать, с Ордло. Основной российский пропагандистский инструмент демонизации Украины это гибель простых людей во время перестрелок на линии прекращения огня. Причем обвиняется всегда исключительно украинская сторона. Но известно из опыта трагедии прошлых лет, известно из самой природы преступной кремлевской власти, что обстрелы не раз устраивались самими их там нетами для демонстрации жертв перед оперативно привезенными телевизионными камерами. Так может быть ради того локального мира, который так жаждет украинское общество, ради сохранения жизни военнослужащих и мирных жителей действительно стоит поцеловать злодею ручку и подписать исторический документ о восстановлении территориальной целостности Украины. Но, во-первых, злодей, уже лизнувший украинской крови, никогда не остановится, если ему не оказывать сопротивление. Да, прекратятся выстрелы на линии так называемого разделения сторон. Но после братского воссоединения в кавычках исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия. Эти выстрелы, доведенных так чания шахтеров и трактористов, раздадутся в других местах в Мариуполе, в Харькове, в Одессе. А, во-вторых, есть гораздо лучший способ добиться локального мира. Я предлагаю его уже четыре с половиной года с первого дня после подписания Минских соглашений. Практическая ценность этих соглашений заключалась в их первых пунктах прекращения огня, разделения сторон, освобождения задержанных лиц. Все остальные положения это ненаучная фантастика. Никогда Путин не отдаст Украине контроль над ее государственной границей, никогда не выведет с ее территории ни своих зеленых человечков, ни своих моторыл, завербованных на автомойках огромной России. А для Украины так называемое братское воссоединение с Ордло, на путинских условиях, это национальное самоубийство. Прекращение огня так и не достигнуто до сих пор именно потому, что российская сторона в нем не заинтересована. Для действительного выполнения ключевого положения Минских соглашений необходимо глубокая демилитариза демилитаризованная зона с введением в нее международных миротворцев. Только так можно пресечь российские провокации и лишить Кремль возможности периодически срывать прекращение огня и обвинять при этом Украину. Да, это замораживание конфликта. Не прекращение его, а замораживание конфликта на неопределенный срок. Но то, что сейчас пытаются навязать Украине намного хуже, чем замораживание конфликта. Это расползание конфликта на всю территорию Украины. Россия будет противиться воду миротворцев и в ответ на отказ от братского воссоединения станет угрожать аннексии захваченных территорий. Тогда, во-первых, позиция Кремля окажется политически уязвимой, потому что гарантированное прекращение огня будет поддержано в Украине всеми, включая население оккупированных территорий. А во-вторых, не важно, как именно Россия будет называть свою фактическую оккупацию Донбасса, ибо оккупация все равно останется незаконной и прекратится только после падения путинского режима. Если еще осталась какая-то политическая воля у лидера Франции и Германии, то пусть они используют ее на воплощение программы минимум реального разведения сторон. Положение, однако, осложняется тем, что в последние несколько месяцев буквально на наших глазах происходит обвал внешнеполитических позиций украинского государства. Эти обвалы выглядят следующим образом. Во-первых, это возвращение России в ПАСЭ, из которой она была изгнана за аннексию Крыма. А во-вторых, это демонстративное приглашение Макрона Путина в Брегансон накануне саммита Г-7 и почтительное предложение тому стать одним из столпов Великой Европы от Владивостока до Лиссабона. И, в-третьих, это попытка Трампа заморозить военную помощь Украине и его энергичная кампания по возвращению Путина в Г-8. И, наконец, Макрон и Путин, судя по всему, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках так называемой нормандской четверки. У всех этих крайне негативных для Украины нагрянувших как будто вдруг явлений должна быть какая-то общая причина, а произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад в статье «Война и мир». Цитата «Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некой партии войны, проявившейся в Украине предыдущие пять лет, является предательством, сражающимся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзников в тяжелейших условиях, созданных украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на ее поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы сдать Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж во всяком случае Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти. Конец цитаты. Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порожден самими украинцами, к сожалению. Путин проигрывал гибридную войну в Украине и западные санкции наносили ему серьезный ущерб, но синхронная историческая кампания кремлевских и ведущих украинских владельцев Коломойских, Медведчуков, телеканалов и прочих придуманных им партии войны преподнесла ему, Путину, воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как партию войны, капитулянты презентовали мировому сообществу само украинское государство в качестве партии войны и тем самым сняли с Путина, именно с Путина ответственность за его агрессию. У меня нет вопросов к западу. Уровень его поддержки Украины был до последнего времени достаточно высоким благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей Украины, как Курт Волкер, Дана Грибаус Кайте, Дональд Таск. Ошибку эту сознательно навязал обществу так называемый коллективный Зеленский. Через месяц полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит Нормандской четверки. С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции с упоением играющий в любимую игру для французских президентов Grandeur de France. Непременным атрибутом пресловутого Грандера всегда были особые отношения с СССР и Россией. Макрон настолько глубоко погрузился в эти особые отношения с партнером Владимиром, что снятие санкций с РФ стало уже политическим приоритетом не столько Владимира, сколько самого Эммануэля. И утомленная женщина предпенсионного возраста, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим Ферштейн Путин, то есть понимать Путина. Но для очистки совести ей, так же, как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина и ее добровольном соитии слогандонии. А так же старичок с фирменной глумливой ухмылкой серийного маньяка, увлеченно рассказывающей фрау Канцлерин самые тупые похабные русские анекдоты. А так же сиамский близнец Зеленского, жадно шепчущий ему в ухо последнюю директиву Игоря Валерьевича, который давно уже Путин Ферштейн с потрохами. Эта мизансцена станет для президента Украины моментом истины, который цитата не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез. Андрей Пианковский Ну, несмотря на то, что статья очень длинная, я все-таки добавлю несколько слов. На моем канале есть несколько роликов, которые я делал когда-то, год тому назад и больше, о Петре Порошенко и точно так же называл его президентом войны. Многие тогда совершенно не понимали, что я хотел этому сказать. Ну, а в силу своей занятости и непостоянного нахождения на канале, в переход власти от Порошенко к Зеленскому я не смог эту мысль до конца разбить. Так вот, смысл моего тогда посыла был таким же. В принципе, точно таким же, как несколько с другой стороны его раскрывает Пианковский. Порошенко действительно был президентом войны, но украинский народ перед этими выборами Зеленского должен был сделать не просто выбор между Порошенко и Зеленским, а именно сделать этот тот самый выбор. Продолжать воевать до победы с российским агрессором или сдать, уступить, капитулировать ради так называемого мира с Россией очень зыбкого и ненастоящего. Украинский народ якобы устал от войны и выбрал так называемую партию мира. И теперь этот мир постепенно, как мы видим, будет Украине навязан, но на российских условиях. И все, что мы сейчас видим, вот этот показательный обмен пленными обязательно с присутствием таких больших популярных фигур, как Сенцов, Клых и прочее, и в то же время на фоне этого показательного обмена десятки тысяч пленных, томящихся в тюрьмах Донецка и Луганска, о которых никто не вспоминает. То есть, как бы, все, что не делается, делается для картинки, не по-настоящему. Ну, а дальше, как мы понимаем, действительно, прав Пянковский, встреча в нормандской четвертке, и Зеленский подпишет следующие выгодные Путину документы, а присутствующие там Макрон и Меркель закрепят это положение, при котором Украина фактически официально готова капитулировать перед Россией. Да, наверное, удастся временно, по крайней мере, на момент подписания документов, прекратить огонь. Но, как мы помним, даже при уже договоренности с Путиным, тут же, в этот же день, я делал об этом отдельный ролик, погибло четыре украинских солдата. Так и будет продолжаться, то четверо, то пятеро, то десять человек, в принципе, ничего не изменится, только официально на бумаге будет закреплен мир с Россией, и вот эта раковая опухоль все-таки именно, как и хотел Путин, будет втолкнута в украинское общество. А дальше она будет делать свою разрушительную работу, тем более украинские СМИ, как мы видим, потихоньку разворачиваются и помогают в этом, создавая все больше в украинском обществе ощущения их неполноценности, вины или того, о чем предупреждали. Многие начнут называть этот конфликт не войной с Россией, а внутренним украинским конфликтом. Ну и представьте, как на фоне всего этого должны вести себя европейцы. Они, как я понимаю, решили, пусть Россия с Украиной сами там решают их непонятный славянский мир, а нам нужно заниматься своими проблемами. Таким образом, конечно же, Украина проиграла, никакой победы никогда не будет, а Россия постепенно будет делать свои делишки за счет тех людей, кого им уже удалось завербовать, кто уже хорошо укоренились в украинском обществе. Возвращаются те, кто были изгнаны во время работы компании Порошенко, и разрушение украинского общества идет медленно, но верно, к сожалению. И, по сути, если несколько отстраненно смотреть на все это, все это было создано только для того, чтобы легитимизировать положение Крыма в России. Вот и о Крыме уже давным-давно никто не вспоминает, все рады хотя бы тому, чтобы закончить эту войну. А через пять лет Зеленский уйдет, громко или не громко хлопнув дверью, неважно, но свою часть разрушения Украины он отыграет по нотам. Продолжение следует...